всем доброе утро мои дорогие добро пожаловать ко мне домой я всем вам очень рада меня зовут ирина я рассказываю цветах о цветах в интерьере сегодня поговорим о толстянках моих как разрослись они древовидные что с ними делать вот он виновник всего торжества предводитель дворянства сейчас поговорим о нем и а его детях и о том как нелегко содержать суккуленты просто домашних условиях не имея тепличка и подсветка про зеркало зеркало повесили наконец-то помните я спрошу советах где лучше его определить спасибо большое всем все давали советы большинство конечно же предложение было повесить как и я впрочем тоже хотел так сделать между этих двух так называемых картин очень упал нужно было тогда вот вдоль этой стены соблюдая пропорции наверное разместить два этих вот постера по краям а в центре повесить зеркало ну отталкивая скорее всего от симметрии от того что вот на картинок были вот такие вот и есть ананасы но за нас все решили само собой у нас там розеточки провода где сверлить стены было совершенно непонятно схема никакой электрики нам не оставили когда-то ну и мы побоялись конечно чтобы нас ничего не произошло и повесили вот здесь тоже кстати было рискованное мероприятие не скажу что наверно что это правильное решение тем более два зеркала вот тут и тут вот но они несут чисто декоративную функцию я скажем так не смотрюсь них и не причесываю к примеру волосы но мне кажется вот сейчас вот хоть и темновато монстера с ананасом вполне так вот как я люблю говорить поженились поле сами каблуками топает доброе утро поль хири вам здрасте девушка у ляша всем привет ну пойдемте к суккулентом древовидным толстянка вот я сейчас запыхал спрошу прощения тащила от этого монстра он сам по себе тяжелый все знают что толстянки они налиты соком очень сочные поэтому тяжелые вот вы видите сразу пальцы растеряли ну и горшок конечно королевский керамический специально принесла сейчас расскажу отчитаюсь о его детях не только там и внуки и правнуки кстати и кстати я не всех принесла есть и по другим подоконникам разбросаны и честно говоря когда нас бывают гости наши друзья наших детей если я вижу хоть какой-то маломальский взгляд заинтересованный вот скользнувший по цветам я в конце встречи при прощении обычно предлагаю не хотите взять ребеночка домой на воспитание вот они вот они как говорят старым парам вот это вот не все не все честно говоря поэтому радоваться мне им или печалится я не знаю потому что вот кстати сейчас вот видите вот такие вот горшочки которые вот из бутылочек из пластиковых они конечно не выдерживают такие тяжелые кроны вот он мне сейчас свалился вот момент смотан куски и все требует конечно внимание ухода что просто так иди сама залезай на кровь ну вот они скажем так это старший сын вот в таком большом как параметры размера вот рука я сажаю естественно по несколько экземпляров я думаю что когда-то ну когда-нибудь вот тот большой предводитель дворянства но все равно за радугу уйдет ну ничто не вечно под луной вот мы займем его место так сказать принц наследный это все вот поменьше дети пуль я не буду брать обходи стороной залезает сейчас я вам покажу когда ну вот например вот этот красненький горшочек помните у меня так называемый мексиканский или испанский дворик во дворе и в ярких кашпу посажены разные суккуленты и кактусы и вот так вот я на манер газон их на втыкала они взяли все выжили но этот не смотрим сейчас мы так лицом вот принципе неплохо мне нравится когда густенькая но вот так же в бутылке казалось бы они все были в одном месте они на мансарде я почему их вообще решился принести посмотреть телевизии там два котла у нас дома ни один котел сейчас еще нет морозов работает один котел так вот мансарде очень прохладно и в прохладе да еще полив я думаю не все заразились но экземпляр чека 3 ну вот смотрите сейчас мы с вами проведем мастер-класс вот казалось бы такой цвет интересный зелененький салатовый появился и листочки какие-то почти что крестатные стали становиться да а это гад стервец мне кажется мы даже можем сейчас постричать где-нибудь вот 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 так вот ну казалось бы да зачем тебе ир такое количество их вот зачем ну возьми выкинь за разные растения да ну жалко писать какой он крепкий у меня осталось еще октора я думаю я обработаю естественно всех придется ставить всех в ванную и вот вот тоже с ним стоял рядом я конечно с их уберу чтобы они не переползли давайте посмотрим видите как там стало зелененько интересненько да это вот он гад там они же молодые побеги то наверно вкусней чем нижние листочки вот он там орудует смотрите какой мне нравится он крепкий набитый такой густой пока еще тут у меня кажется здоровый так вот я не хочу даже называть сорта потому что это каждый раз предмет споров вот именно этого сорта я привыкла что он хоббит есть еще два варианта что это голым или коралл я называла коралл но мастер георгий которым я восхищаюсь доверяю говорит коралл пуля куда ты вот то есть я как привыкла что это хобби то различие в том что вот эти ушки шрека они там как-то по-разному заворачиваются мы это говорили уже с вами обсуждали в общем я решила что ну мне это не важно так но и где фокус вот он и еще есть как правильно он дула то фоли я народе попросту называем синяя птица синяя птица у меня ну вот такие есть малыши и на втыкали пуля пуля лежит мне руки пуля вот и есть вот такие вот один у меня был цветок очень большой я его честно говоря продала в трудные времена были у меня такие времена этот тот кто упал это говорит о том что надо вовремя пересаживать цветы перевесила крона вот он у меня сейчас свалился на пол вот это синяя птица два экземплярчика получились на манерты пиарных деревьев так сказать вот стволики и такие аккуратные шапочки я понимаю я так чувствую это ладно не буду переписывать я понимаю что на фоне вот тех цветов все сливается как то вот так неудобнее здесь было и свет вроде как из окна падает день сегодня туманной сумрачный я сейчас даже вам покажу места где собака сформировала мне эти деревья один прекрасный непрекрасный момент вот видите такие пеньки это не потому что я некрасиво режу неправильно потому что вовка прямых вот так под корешок съел они вообще многострадальцы в одно лет их съел володя а в другое прошло вернее в этом году еще летом меня не было дома вот так поработал град и я практически все листья вот обитые градом сейчас я вам покажу здесь остаточки еще есть дырявые вот видите я практически все оборвала это новое наросло а так то они были бы посильнее но честно говоря синие птицу мне формировать сложнее чем вот этих всех хоббитов она как-то так распадается она достаточно хрупкая если ее вот так вот прижать листочки не такие крепкие мускулентов они вообще сами знаете на полной водой и быстро отваливаются да кстати почему синие птицы вот посмотрите листочки растут близко друг другу и они так как перышки немножко скручиваются ну и вроде как на манер синие птицы наши листочки такие голубенького цвета вот так думаю что некоторые цветы по весне я хорошие я имею ввиду хорошие тяжелые горшки объединю еще помимо того что они там по несколько штук сидят я их объединю надеюсь что весна не за горами как-нибудь выживем и октора нам поможет вот такой вот сегодня был небольшой видео отчет по толстянкам не всем кое-кто еще конечно это отдельно да еще вот зацветают у меня приобретая только еще набирая цвет бугенвилле и вот это должна быть такая как-то розово-бледно-сиреневая вот это я думаю что будет желтоватенькая вот красная распустилась уже достаточно хорошо очень вытягивается конечно и вот такая нежная сиреневая не махровая я честно говоря жду когда они уже наконец появится в цвете отцветут и я смогу их порезать вот видите какие плите свисают я вот так прям их раз раз надеюсь расплодить и потом уже естественно объединим их все стаканчики тогда деревья будут ну и вот так вот симпатично тоже как сорняк растет лудизия мне нравится то как она смотрится именно в этом кашпо ну а-ля кашпо супница покрашена и вот она немножко так бронзой видите я ее затонировала немножко бронзы коричневой и вот с этими драгоценными орхидейными листьями очень хорошо сочетается сделаю как-нибудь фото в инстаграм выложу когда зацветет а за окном туман грязь и вот видите какая у нас разруха это жила семья не одна в этом доме скупили люди всю жизнь мы здесь жили друг друга знали всем дали квартиры расселяют людей один олигарх тут у нас на проезде живет и уже всю улицу скупил ну как говорить без комментариев ну вот и все на сегодня мои дорогие цветоводы уважаю вас прижимаю вас всех к своей пышной груди а некоторых целую целую пока пока Продолжение следует...